Что, на обед у нас? Я уже снимала, что у нас на обед. Да? Да. Это мне? Это тебе. Спасибо. Друзья, что здесь? Здесь угол не долит вот этот. Сейчас раскопаю. Надо сразу долить, наверное. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Процесс подливки потихоньку идет. Здесь вот так вот подлил. Тут поставил доску, которая стояла с другой стороны домика. Сетку здесь в такую ржавую нашел, прибил снизу. Пойдет сверху потом что-то другое прибью. Работа не кончается. С этой стороны еще такая страшная картина остается пока. Немного загрузил металлолома. Посмотрим. Посмотрим, насколько я завтра его сдам. Интересно, рубли на 300 сдам, не сдам, совсем чуть-чуть. Друзья, там есть комментарии типа наведи порядок там. Все везде разбросано. Кто-то написал там, кто желает помочь, может приехать помочь. Вот. У меня не 8 рук, я один. Вот. Наведем, потихоньку наведем порядок. Не переживайте. Я думаю, все будет окей. Здесь вот вечерком еще привез песочку. На завтра уже заготавливаю. Дорогие друзья, в прошлый раз нам очень понравились домашние конфеты. И вот я решила повторить. Дубль два, как говорится. Масло сливочное, орехи грецкие тут. Будет побольше их в этот раз. Сейчас я их перемолю на кухонном комбане. Чернослив также. Я его промыла, сейчас высушится. И хочу еще его мелко порезать. Сахарный песок и какао. Буду все делать на глаз. Поэтому про порции вам не буду говорить. Орехи. Орехи прожарены у нас. Сейчас будем их молоть. Да. У нас мало есть как мешать. А я, ну что не поставила? Ой. Ну что. Поехали. Используем сегодня масло сливочное. Будем конфеты домашние делать. Нам они полюбились. Сахар, какао, сухая молочная смесь, нестажен, чернослив. Я сейчас его порежу мелко. Грецкие орехи перемолонтые. Смотрите, ты пилос? Мне здесь много. Почему ты сейчас какао? Это на конфеты нам надо будет. Какао. Это я тебе дала, чтобы ты потом поестла, понимаешь? И это что? Это чернослив. Чернослив? Это косточка, да? Да, косточка даже у него осталась. Така вкусно. Мам, очень вкусно. Мам, я это люблю, понимаешь? Я тоже. Я очень сильно люблю его. Буду насыпать сюда сахар сейчас. Нельзя я сахар немножко насыпать. Ты скажешь, когда сахар. Я сама не знаю сколько. Все буду делать на глаз. В этот раз конфет будет много, поэтому я еще добавлю. С сахаром. С сахаром. Много. Да, какао. Я уже хочу на сахар. Давай, Алиса, чуть мне на ложку. Так, на ложку. Да. По чуть-чуть. Вот. Красивая. Давай еще. Мама, видимо, мы тоже будем делать еще кафедры. Это для бабули, да? Да, надо для бабули. Алиса, надо полные ложки насыпать. Полные? Да. Это для бабули. Давай, сыпь какао еще. Мама, мы еще будем делать кафедры с кафедры? Нет. Почему? Все перемешаем. Я масло добавлю. Масло я буду потом сейчас добавлять на плите. И поставлю на водяную баню. Добавила масло. Сейчас будет оно расплавляться. Добавила еще молока по рецепту. Там шло молоко. Забыла совсем. Поэтому сейчас уже добавила молочко. Так. Масса моя закипела. Сейчас буду снимать с огня. Буду вымешивать большой кастрюлей. Так как не место больше. Делаю на глаз. В этот раз. Думаю, в любом случае должно получиться. Добавила масло. 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 ее уходят все равно. Сколько что-то конфет получится. Фабрика по производству конфет открылась. Мам, это одеяль к сеньям. Это я? Это одеяль конфетам. Да? Да. Что ты себе маленький даешь? А мне большое что-то. Тоже маленький, да? Ну, небольшой. Это слишком маленький. Это слишком маленький. Я вам сейчас тебя помню. Так, Алиса, не балуемся, а работаем. Алиса. Сколько конфет у нас сегодня будет. Вы уже попробовали? Я да. В этот раз много конфет. Надеюсь, останется бабушки и дедушки. Они точно вернутся? Конфеты, надеюсь, должны вернуться. Не знаю. Им как понравится в Сочи. Все, может быть. Мама, немножко себе оставим. Последняя она маленькая оказалась. Теперь буду пальцы облизывать. Я видела, как вы заготовочку поняли. Давай, глянь сюда. Это что? Что? А ну, попробуй. Скажешь, вкусно получилось или не очень? Попробуй, наверное, все-таки сегодня залить. Вот выкопал яму. Попробуй залить все-таки сегодня. Темнеет, правда, уже. Что там она каши варит? Два дня назад вот это ведро сломалось. Ушко отломалось. Сегодня вообще ведра не выдерживают такую нагрузку. Хорошо, что я не ведро. Дом. Есть надо. Еда пропадает. Еда пропадает. Все, раствор кончился. Сейчас пойдем. Ты сколько раз это делал уже сегодня? Два. Два. Ого. Ого. Ого, Толя сегодня сколько работы сделал. Ведра все уграл, видишь? Что ведра? Поломал все ведра. Да. Уже до железного дошел. Ммм. Пластмассовый умеешь идти? Да, они разломались все. Да ты чего. Ну это тоже будет не этот. Не знаю, но железные лучше. Я думаю, может купить железных. Какая красота. Да, дети уже соскучились с тобой. Пошли дом. Они меня сегодня только в окно видят. Да, вообще. Ты сегодня не дома. У всех выходной, а у тебя не выходной. Да я меня уже просто замучил этот домик. Вот что так вкусно пахнет. Это сапинка. Какую вкуснятина. Это я. Ну что ж ты. Сейчас будем резко. А мне на улице пахнет. А я думаю, интересно, кто это делает такое вкусное. Представляешь? Захожу. Это, оказывается, ты сделала. Тебе Рушан звонит Анатолий. Да, сейчас позвоню. Прошло 15 минут. Мама, что за запеканку ты сделала? Ну мне 15 минут не рассказывать. Я еще не ела. Ну так ты одна не ела. Ну давай второй раз ест. Четвертый кусок. Хочется ребенку. Ну вкусно же. Ну пусть ест. Давайте. Мяу, мяу, мяу. Мяу? Ого, моя. Ты говорим мне так больно делать. А если это умеет... Что это у вас тут за танцы такие? Папа, папа, меня вот так с телой, меня вот так с телой, папа, вадим, я тут хочу баковать. Сегодня, друзья, хочу прочитать из первого послания Петра, из четвертой главы, первые четыре текста. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Пятый текст захватил. В общем, здесь говорится, что когда живешь по воле Божией, получается, немножко страдаешь плотью, а страдаешь, перестаешь грешить. Ну, меньше ешь, избегаешь всяких излишеств. И здесь говорится, акцент делается, что почему, если человек верит в Бога, остальные его злословят, ругают, клевещут и так далее. Почему они это делают? Потому что раньше, допустим, обычный человек, он вместе с остальными выпивает, шутит, ходит на мероприятия какие-то, на вечеринки. А потом вдруг он перестает это все делать. Вот. И остальные удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и начинают злословить. Ну, злословят как? Друг перед другом. То есть собираются все такие одинаковые товарищи, которые занимаются пьянством и распутством. Ну, может, чем-то еще там, я не знаю, чем там, воруют там или еще что-нибудь. Вот. А кто-то с ними уже перестал в этом участвовать. И начинать, что вот такой-сякой там в Бога уверовал, теперь святошей стал. Вот. Спасибо, друзья, что остаетесь с нами. Всем пока.